Хотелось бы, как и во всяком грамотно спланированном материале, начать с предисловия. Но увидев нереальную красоту, вполне реальных и земных вещей, да еще и сделанных своими руками, захотелось, извините, стать гламурным телком, коих на телевидении развелось, видимо-невидимо. Но слащаво примитивная реклама это не для нас, для нас суть вопроса. Фирма Фасад, и мы, приехав на эту действующую выставку, продажу изделий мебельно-художественного прогресса, в этом убедились, освоила технологии, лично мной не виданные ранее. Мы все, ну в большинстве своем, под словом мебель воспринимаем вещи банальные. Оказывается и мебель, как и авто, может быть цвет металлик. Оказывается лямба двери, это далеко не удел Ламборджини и Делориана и Мерседеса СЛР. Но мебель сейчас может быть таким же украшением в вашей жизни, как и все вышеперечисленные и не самые дешевые иномарки. Можно ли из квартиры сделать действительно уникальный проект с точки зрения мебельной фурнитуры? Конечно, сейчас очень много композитных материалов, из которых можно сделать мебель. Много различной фурнитуры. Я даже на вашем столе вижу вот это оригинальное решение, вот этот светильник, что действительно возможно так сделать, чтобы мебель не только существовала в квартире, но она и жила различным цветом, светом. Можно ли сделать столешницу 2 на 2 метра? Хотя, собственно говоря, по вот этому столу видно, что она нестыкованная, что она сплошная, цельная. Можно ли сделать то, что другие не делают? То есть, из камня сделают столешницу различных конфигураций и оттенков? Да, очень много цветовых решений искусственного камня. Поэтому искусственный камень – это такой материал, который позволяет сделать столешницу практически неограниченных размеров. Что касается производства мебели вообще. Мы раньше видели, ну, пожалуй, только определенные категории стенги магнитка 4, магнитка 5. Ну, да, модно, но как-то не совсем оригинально. Сейчас какие решения мебельные в моде? Ну, здесь вкусовые решения у всех свои. То есть, люди что предпочитают, то мы и делаем. То есть, от хай-тека до классики и модерна. Отойти от стандартов и сделать круто, красиво и индивидуально для вас – это возможно. Задумайтесь, сколько энергии, времени, нервов, наконец, вы и ваша половина тратите в процессе поиска подходящей мебели? Часы, литры бензина, взаимные претензии, доходящие до оскорблений – и это факты? А стоит ли? Ведь мы все проходили курсы рисования в школе и черчения в институте. Так может проще вместе и вместе с детьми в том числе придумать, набросать, обсудить цвет и функциональные возможности любой, повторяю, любой мебели. Затем приехать сюда, в фирму «Фасад». Тем более, что метаться по городу не надо, магазин «Орбита» знаком всем. Так вот это именно здесь, старца здания. А затем уже профессиональный дизайнер подскажет, как конкретно профессиональный столер сделает замеры, и ваша половина никогда и нигде в гостях не будет краснеть, увидев аналогичную шмоткам кухню или шкаф, например. Если я, допустим, хочу заказать невозможное, есть ли у вас фурнитура, есть ли у вас то, что облагородит материал, казалось бы, простоит древесину или не только из древесины все сделает? Делается с разных материалов, облагородить можно любую мебель, то есть существует очень много, большое множество разнообразных обкладок, то есть пластика, то есть можно сделать мебель довольно-таки шикарного вида. Ну и, конечно, покатавшись по миру, поглядя внимательно на то, что сейчас дома сдаются уже со встроенными кухнями, можно ли порекомендовать застройщикам все-таки взяться за ум и продавать не голые стены и непонятно что, а готовые квартиры, хотя бы похожие чуть-чуть на турецкие? Можете ли их оборудовать, сделать, допустим, не одну типовую или несколько разных типов мебели, а сотни, десятки? Возможностей ли это ваша фирма? Да, мы можем изготовить мебель встроенную по любым размерам заказчика, с любой, так сказать, с любым наполнителем, с любой фурнитурой, то есть ваша кухня будет одна единственная и неповторимая. А вы же ли там холодильник, газовую плиту, или все это будет грамотно замаскировано? Это все можно грамотно замаскировать и любую технику устраиваемую мы можем предоставить заказчику. Какие современные материалы сейчас наиболее популярны? В первую очередь, конечно, пластик и стекло. Ну, во-первых, у нас свое производство, свой цех, который очень достаточно большой. Распиловочные станки у нас немецкой фирмы, потом у нас кромкооблицовочный станок и присадочные станки. То есть эти все станки позволяют обрабатывать материал, чтобы он выходил достойного качества. Мебель на заказ, насколько это дорого? Ну, это все зависит от того, от пожеланий, во-первых, заказчика и что он хочет иметь у себя в квартире. А мы посчитаем ценовую категорию. Мы тут совсем недавно начали брать машину стоимостью в миллион. Что за миллион можно? Какой дворец сделать из трехкомнатной квартиры? Ну, за миллион можно сделать шикарную квартиру. Мебелированную. Ну, достаточно хорошо. То есть, ну, если к нам герцог Виндзорский приедет, он будет удивлен кое-чем. Он будет счастлив. Ну, а если все-таки чуть-чуть не хватает или надо помочь клиенту, как можно помочь? Для этого у нас есть банки-партнеры, которые предоставляют кредит под нашу логу. Есть еще один вполне логичный подход, используемый в мировой практике. Конечно, Россия, набрав обороты и чуть-чуть перекрутив экономический движок, с перепроизводством столкнулась впервые. Но не впервые за историю любой семейной жизни тема переезда означала раздолбанную, поцарапанную мебель. Сорванные спины и мышцы рук. Да и вообще поговорка «два переезда равны одному пожару» актуальна. Впрочем, как и пять молодых кошачьих и конченая мягкая мебель тоже. Так может, как в Америке, такой же разгильдяйский, такой же огромный и чуть менее богатый по ресурсам. Перевозим только самое необходимое – шмотки и аппаратуру. А мебель оставим, а новую купим или закажем. А? Сейчас ни за стенками, ни за кухнями, ни за диванами очередь ждать не надо. Это за вами в очередь встают фирмы и фирмочки. Здесь важно выбирать лучших, но только лучшие могут себе позволить заказать не дешевую рекламу о 10 секунд, в которой и показать-то нечего, а полноценный фильм. Вот фирма «Фасад» это сделать смогла, и это показатель в такое, казалось бы, совершенно невменяемое время. Субтитры создавал DimaTorzok